МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утепляемся, чем согревали участниц Кубка губернатора по художественной гимнастике. Итак, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов в ближайшие 5 дней. Синоптики прогнозируют до 45 градусов ниже 0. Из-за морозов в Барнауле не прекращаются коммунальные аварии, школьники пропускают занятия, а в 6 районах и 2 городах края ввели режим повышенной готовности. Как жители справляются с экстремальными холодами и какие ошибки нельзя совершать, когда на градуснике почти минус 40, знает Валентина Аскерова. Простояла на морозе ночь и не завелась. Такая ситуация сейчас знакома многим барнаульским автовладельцам. Некоторые не ждут чуда, на работу опоздать не хотят, поэтому прибегают к спецуслуге. Отогрева машины, которая занимает 15 минут. Спрос на эту опцию в холода вырос в разы, рассказывает барнаульский автомеханик Игорь. Он уточняет, что только за прошлую неделю к нему обратилось около 70 водителей. Специалисты дают несколько советов, как избежать подобных неприятностей. Ставить на прогрев, но опять же нужно смотреть за тем, чтобы не замерзла труба выхлопная. То есть это частое явление, когда стоит машина на прогреве и не ездится, у нее замерзает труба. То есть мы также ее отогреваем. Если машина простояла два дня и не ездила, а прогревалась, она замерзает. Кстати, ценник спецобогрева от 500 до 1500 рублей. К слову, многие предпочитают не издеваться над своим авто и выбирают более экономичный вариант – теплые парковки, которые забиты сейчас до отказа, причем как бесплатные, так и платные. Легко нашли место под парковку? Да, как сказать, не очень. Долго искали? Да. Проехал раз, два, на третьем кругу дождался, выехала девушка, поставил. Я заехал в 8 утра сюда и места не было. Машину можно подчинить, а вот спасти конечности в случае обморожения бывает крайне тяжело. Количество обмороженных сейчас возросло, отметили в региональном Минздраве. Только за прошедшую неделю за медпомощью обратилось порядка 50 человек. Почти половина сейчас находится в стационаре. Чтобы минимизировать риски обморожения, специалисты в очередной раз напоминают, как вести себя в сильный мороз. Необходимо плотно кушать, тепло одеваться, не носить металлических предметов и ни в коем случае не принимать на грудь. 100 грамм для согрева. Таким народным способом сильные холода пользуются многие. Выпивая, человек действительно чувствует прилив тепла, но это обманчивое чувство. Алкоголь расширяет сосуды, из-за этого человек теряет тепло гораздо быстрее. Кстати, в социальных сетях многие жалуются на перебои в работе общественного транспорта краевой столицы. По словам горожан, некоторые автобусы приходится ждать более получаса. Наш опрос жалоб не выявил. Однако горожане отметили, что стали теплее одеваться, что называется, на всякий случай. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. В продолжении транспортной темы в трамваях и троллейбусах Барнаула начали тестировать новую систему оплаты за проезд. За пару февральских дней банковской картой рассчиталось чуть более 30 человек. Насколько удобен безналичный расчет и с какими трудностями могут столкнуться пассажиры, узнавала Елена Кузовкина. Наверняка многие современные люди, но вот так же, как и я, не носят деньги в кармане или в кошельке. Мы привыкли пользоваться пластиковой картой, в магазинах, в салонах красоты, совершая интернет-покупки. А с сегодняшнего дня безналичный расчет доступен и в общественном транспорте Барнаула. Правда, только в трамваях и троллейбусах новая система оплаты пока тестируют. Не проходит оплата, да? Не проходит. Так, видимо, у меня не та карта. Да? Да. Как она должна выглядеть? Вам уговорили? Нет, уговорили. Ну вот получается, что для расчета подходят не все банковские карты, а так называемые бесконтактные. Их прикладывают к специальному считывающему устройству. Вот в данном случае это валидатор, который носит кондуктор. Кстати, работники общественного транспорта такую систему оплаты уже считают удобной. Она избавит от одной из главных проблем. Отсутствие сдачи, особенно с крупной купюрой и по утрам. Но нечем сдавать. Едут бесплатно. Да вы что, даже такое бывает. То есть... Нечем сдавать, они едут бесплатно. Выйти они не могут. Угу. Поэтому вот эта вот система может лишить вот этих проблем у вас. Да. К слову, никаких скидок при такой оплате не предусмотрено. Списываться с карты будет сумма, как при наличном расчете. Вот поинтересуемся у пассажиров, насколько, по их мнению, удобна новая система. Очень удобно. Почему? Ну, потому что не надо доставать деньги, вылазить в кошеке. Карту достал, рассчитался и нет проблем. Ну, не надо с тобой мелочи иметь. Угу. Не заморачиваться, если денег нет. Рассчитываются за проезд в общественном транспорте банковскими картами уже давно пассажиры Питера, Кемерово, Владивостока, Новосибирска и даже Бийска. В Барнауле о новой системе оплаты заговорили еще в начале прошлого года, но по разным причинам ее запуск откладывали. Планируется, что в конце февраля рассчитаться банковской картой можно будет и в автобусах. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. К другим темам. Судебное разбирательство по взрыву на Бийском олеумном заводе завершено. Спустя два года после трагического происшествия суд вынес приговор виновному. Им стал главный инженер предприятия. Напомним, взрыв произошел 17 января 2017 года. При демонтаже одного из зданий завода группа рабочих обнаружила в фундаменте металлическую деталь, содержащую смесь взрывчатого вещества. Как выяснили следователи, рабочие сообщили о находке начальнику участка и главному инженеру. Последний, вопреки всем требованиям техники безопасности, приказал продолжить демонтаж. Вещество сдетонировало, когда рабочие попытались достать деталь перфоратором. Трое получили ранение, один скончался. В ходе предварительного следствия главный инженер своей вины не признал. Но в итоге он приговорен к полутора годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть по неосторожности. В Алтайском крае будут пробовать новые методики лечения и диагностики рака. Об этом сегодня в день борьбы с онкологией рассказали врачи. Статистика по-прежнему неутешительна. Больных раковыми заболеваниями становится все больше. Только за последний год количество жителей края, которым поставили страшный диагноз, выросло на 3%. Сейчас в регионе почти 12,5 тысяч человек борются с онкологией. Победить рак по-прежнему удается далеко не всем, но год от года. Сюда онкологи внедряют новые методики, которые, по их словам, позволяют выявить болезнь на ранних стадиях, а также облегчить ее течение. По словам специалистов онкоцентра «Надежда», в медицинском учреждении недавно появился новый аппарат МРТ, а также эндоскопическая аппаратура, которая позволит определить толщину слоя опухоли и не только. Большое количество эндоскопических стоек будет установлено, что позволит снизить травматичность хирургических вмешательств, вместе с тем не снизить их радикальность, ну и сыграет определенный экономический эффект, потому что либо больных в послеоперационном периоде лежит 14 дней, либо он лежит 8. Кроме того, онкологи начали проводить радионуклеидную систему лучевой терапии при метастазах костей. По словам врачей, она действует прямо на пораженные клетки с минимальным уровнем облучения самого пациента. 20 больных уже прошли лечение по новой программе. Чтобы предотвратить некоторые онкологические заболевания, по мнению врачей, и, кстати, не только врачей, стоит пересмотреть свой рацион питания. Специалисты уверены, красное мясо, пирожные, фастфуд провоцируют рак. Панацея ли здоровое питание от самой страшной болезни, пыталась выяснить Ирина Корчагина. Алла Михайловна шла мимо Краевого онкоцентра и не смогла пройти мимо. Пенсионерка услышала, что в больнице лекция о правильном питании. Фастфуды эти самые, которые молодежь влечена, газированные напитки я совершенно не употребляю. Алкоголь точно так же. Алкогольные напитки тоже ни капли, ни единой капли. В основном на уроки в Центр Надежда приходят онкобольные. В их дети важен психологический аспект. Кто-то часто заедает стресс. Врачи объясняют, даже психотип человека влияет на аппетит, предпочтение в еде. Я не нашла своего типа. Одну приятельницу и соседку, которая живет сверху, они к третьему типу относятся. А третий тип это какой? Слизь. Копченая, жареная, соленая, острая. По словам диетолога Оксаны Галкиной, это основные провокаторы рака. В раковой список продуктов врач добавляет простые углеводы. Это печенье, пирожные, а также свинину и говядину. Даже витамины в большой дозировке могут стать причиной опухоли. Самый такой простой пример. Бак в машине 50 литров, а вы туда попытаетесь залить 70. Что будет? Будет переливаться. Тоже самое организм. Иначе говоря, в организме меняется гормональный фон. Врачи советуют искать спасение от рака в цветной капусте, брокколи, цельных зернах, орехах. Овощи и фрукты оранжевого цвета. Почему? Тыква, перец, облепиха. Помимо того, что там и полезные микроэлементы, и витамины, там же содержится клетчатка. Клетчатка, которая над себя адсорбирует вредные вещества. Спортивный тренер Станислав Сергеев уверен, что рак могут вызывать и обычные яйца. Он объясняет это содержанием холина, к слову, важнейшего строительного материала мозга, который в больших количествах может привести к онкологии. Станислав не ест жирное, сладкое, не знает вкус алкоголя. Приучает к здоровому питанию и своих клиентов. Используется такой прием, как замена. Если какой-то рафинированный сахар, либо какие-то обработанные сладкие продукты, тогда мы заменяем их просто на органические фрукты. Если переработанное мясо, то есть колбасы, сосиски и так далее, мы заменяем его на обычное мясо. Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству онкобольных. Сейчас в регионе проживает более 12 тысяч человек, у которых выявили опухоль. Вряд ли все они были бы застрахованы, питаясь только цветной капустой и брокколи. Если бы все было так просто, то, наверное, миллиарды долларов в мире не тратились бы на поиски новых препаратов от рака и разработку новых методов лечения. То, что можно победить рак или предотвратить его, поедая только полезные продукты, верится слабо. Многие ученые сходятся во мнении, что онкология – это случайная мутация, природа которой до сих пор никому не ясна. Поэтому относиться к сбалансированной диете как к панацеи не стоит. Зато уж точно в чем можно быть уверенным – здоровое питание еще никому не навредило. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Возвращаемся к одной из главных тем дня сегодняшнего. Морозы вмешались и в распорядок турнира по художественной гимнастике на призы губернатора края. Сначала от поездки в Барнаул отказалось несколько участниц, а затем уже в самом спортивном центре разгорелся скандал. Многие родители говорили о холоде в комплексе «Эланс», где вынуждены заниматься их дети. Собственно, и сам турнир прошел под девизом «Утепляемся». Политись тепловых пушек – здесь скорее вынужденная мера. Техника работает без перерывов на обед, выходных и дней учета. Однако все равно, похоже, не справляются. Жири в шубах, родители в шубах, участницы традиционно в весьма открытых нарядах. Тут у них без вариантов. Люди не все тренируются в суперусловиях. Здесь очень хорошие у меня три разминочных ковра. У меня два зала хореографии, где температура, мы нагрели там до 30 градусов. То есть ты спускаешься на минуту 30, выступил и ушел в теплый зал. То есть это никакой проблемы нет. Как сказала Ирина Санновинер, если у тебя все хорошо, то ты не станешь чемпионом. Это не самые плохие условия, рассказывают руководители центра. Из плюсов большой потолок, который в этом виде спорта как раз играет центральную роль. Другие залы в Барнауле либо заняты, либо не подходят как раз по высоте. В итоге получается, что Элланс – единственный подобный комплекс, который подходит по всем параметрам и соревнованиям подобного масштаба, в том числе. Раз, два, три, четыре. Имя Алина после триумфа Алины Кабаевой стало бить рекорды по количеству названных так девчонок, которые занимаются художественной гимнастикой. Вот одна из них. Знакомьтесь, Алина Ермолова. Свои 17 уже чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Из спортсменов тренеры переквалифицировалась после серьезной травмы. Уверяет, в Барнауле если не самый лучший зал в стране, то уж точно не самый худший. Очень хороший зал. Немного холодно, но когда гимнастки в движении, им никогда не холодно. Поэтому потолок здесь и ковер, все условия есть. Отличные условия. За каждым движением Алины из Москвы пристально наблюдает ее тезка из Барнаула. Художественной гимнастике Алина Перфилева посвятила большую часть жизни. Девочка мечтает стать олимпийской чемпионкой. На турнире выступила, говорит, весьма неудачно. Правда, это не повод, чтобы сворачивать с намеченного пути. Мы пытаемся равняться в данный момент на Дину и Реноверенных, потому что они делают очень сложные упражнения. Брать красоту и элегантность у Саши Солдатовой, потому что она очень высокая, очень растянутая, гибкая и очень красивая. Большую часть медального золотого урожая в результате собрали представительницы Омска. У Барнаула больше всего серебра. У Екатеринбурга бронзы холодную войну. Между руководством и некоторыми родителями обещал остановить новый министр спорта Алексей Перфилев. Чиновник планирует впредь перенести подобные турниры в Комплекс Победа. Зимой там теплее, а летом прохладнее. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. В 2018 году россияне делали ремонт, ездили в отпуск и покупали новые гаджеты. Статистика говорит, что мы с вами вышли на уровень потребления докризисного 2014-го. Как в этом помогали банки, узнаем сегодня. Кредиты наличными на крупные суммы – один из лидеров спроса ушедшего года. С ними человек может исполнить не одно и не два, а сразу несколько своих важных желаний на комфортных условиях. Как отмечают в самом банке, одна из отличительных особенностей кредитов от Восточного – ориентация на нужды клиента. В банке стараются подтвердить это и своим новым продуктам. Мы предлагаем клиентам больше покупок вместе с кредитом «Большой сезон». Его особенность – фиксированная ставка 9,9% годовых при любой сумме – от 80 тысяч до миллиона рублей наличными. Если вы не успели исполнить все свои желания в прошлом году, то все возможности для этого есть сегодня, вместе с «Большим сезоном» от Банка Восточный. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Валар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Морозы не покинут пределы региона и завтра. В Алейске – минус 27, в Рубцовске – до 26, в Бийске и Белокурихе – 25 ниже нуля. В Барнауле ясный ветер северо-восточный умеренный в ночное время до 33, мороза днем – до 25. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня на этом все новости. До встречи и одевайтесь теплее.